Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы начинаем исследование подобных текстов в послании к римлянам первоверховного апостола Павла. И первый вопрос, который мы рассмотрим и на который некоторые люди обращают внимание, это вопрос, почему в первой главе послания к римлянам первом стихе апостол Павел называет себя рабом Иисуса Христа. Для начала давайте прочитаем, что сказано во втором послании Петра, 2 глава, 17 по 20 стих. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурей, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо произносят надутые пустословия, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Итак, в этом отрывке говорится о том, что кто кем побежден, тот тому и раб. И те люди, которые живут в мире без Христа, они без сомнения являются рабами греха, рабами тления и страха смерти. И даже те, которые стали христианами, но потом оставили добрый путь, они как бы вернулись к тому состоянию рабства, греху, дьяволу и смерти. Поэтому человек всегда является чьим-то рабом. свободное существование – это как бы существование в неком, в теологическом смысле, безвоздушном пространстве, что ли? Такого не бывает. Мы испытываем то или иное тяготение. Или наше движение к Богу, или наше движение от Него, что означает приближение к дьяволу. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 21 по 23 стих, апостол Павел пишет, «Рабом ли ты призван?» Здесь обсуждается рабство в социальном смысле. «Не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся». То есть Новый Завет одобряет стремление к социальной независимости человека. Но далее Павел уточняет, «Ибо раб, призванный в Господе, то есть тот, кто, будучи социально рабом, обратился к Богу, есть свободный Господа в духе». Рабство Господу освобождает нас от рабства греха, от рабства дьявола и от рабства страха смерти. «Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою и не делайтесь рабами человеков». Что значит «вы куплены»? Это юридическое понятие, потому что человек мог обзавестись рабом, кто-либо мог обзавестись рабом, а в результате сделки о купле и продаже. А здесь говорится, что мы куплены дорогою ценою, ценою крови Сына Божия. Поэтому мы не должны опять стремиться в рабство людям, греховным страстям, дьяволу и страху смерти. Поэтому раб Божий – это свободный Божий. В том смысле, что Христос, порабощая нас собственной любовью и благодатью, объемляя ими, делает радостными и счастливыми. В противоположность действиям бесов и дьявола, которые, если берутся за человека, завладевают им, то они уже, как говорят в русском народе, бесы пленных не берут. Взявшись за человека, они хотят всецело погубить его, умертвить. Сначала в объятиях греха, потом в объятиях самой физической смерти. Поэтому то, что апостол говорит о себе, как о рабе Иисуса Христа, он говорит это с достоинством. Не будем забывать об этом. Итак, сегодня, друзья, мы рассмотрели одно из сложных мест Писания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.